В декабре с Сергеем Соседовым не продлили контракт и выгнали из шоу за гранью. Казалось, что с НТВ о музыкальный критик сотрудничать больше не будет, но он вернулся в шоу Via Superstar. Стало известно, что в Москве стартовали съемки нового шоу Via Superstar. Кресло членов жюри займут ведущие Лера Кудрявцева, певец Стас Пьеха, певица Наташа Королева и Сергей Соседов. Идея нового проекта появилась тогда же, когда стартовало популярное шоу Superstar. Для сольных исполнителей. Теперь же за звание суперзвезд поборются 8 музыкальных коллективов, пик популярности которых пришелся на 80, 90 и нулевые. Увидев сольников, взмолились группы, хотим тоже участвовать. Но группы это большие коллективы, в них много людей, а стало быть, и больше работы, канители. К этому нужно было подготовиться, и прежде всего морально. «Группы судить несложно, как и солистов, если вы умеете судить и знаете, что конкретно судите», сказал Сергей Соседов. По словам критика, трудности Via заключаются еще и в том, что у них нередко возникает конкуренция внутри коллектива, поэтому солисты менялись, сами группы распадались, причем нередко со скандалами. Безусловно, к Via требований больше, чем к сольным артистам. Via должен выглядеть как хорошо спетый, спаянный коллектив, монолит. А не как набор отдельных музыкантов, случайно собравшихся вместе, сказал Сергей Соседов. По словам критика, трудности Via заключаются еще и в том, что у них нередко возникает конкуренция внутри коллектива, поэтому солисты менялись, сами группы распадались, причем нередко со скандалами. Безусловно, к Via требований больше, чем к сольным артистам. Via должен выглядеть как хорошо спетый, спаянный коллектив, монолит. А не как набор отдельных музыкантов, случайно собравшихся вместе, сказал Сергей Соседов. Как сообщили в пресс-службе НТВ, каждый выпуск шоу Via Суперстар посвящен определенной теме, свой кит, любимые хиты и другие. Каждый выпуск коллектива будут набирать баллы, а победит та команда, у которой будет наибольшее количество очков.